МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире вышел свет пятый номер журнала Вестерн Армения. Сыны Западной Армении Паруль Артюня. Армянская идентичность. В рамках ОДКБ контакты с Восточной Арменией проходят в рабочем режиме генеральной секретарь. Великобритания сделает все возможное, чтобы поддержать шаги к миру Азербайджана и Армении. Докерти. Баку, уверяют, дома армян, покинувших Арцах, опечатаны. Баку разрушил часть исторического кладбища Шуши. Вышел в свет пятый номер журнала Вестерн Армения. В новом номере нашли место статьи, посвященной восприятию общественного строя в Западной Армении, в структуре армянской идентичности в мире действием информационного воздействия. В пятом номере журнала Вестерн Армения интервью президента Западной Армении Арменака Абрамяна. В номере подведены итоги электронного голосования на парламентских выборах. Армянскую, английскую и французскую версию журнала в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. Парурь Арутюнян был очень застенчивым, добрым, эмоциональным. Пришло время выбирать профессию. В девятом классе друзья Нурайль, Андроники и Парурь посещали театральный кружок. Далее поступил на отделение территоральной режиссуры Государственного университета театра и кино на бесплатно. После окончания учебы отправляется на срочную военную службу. С 2016 по 2018 год служил в Гатруте Арцаха. С ноября 2018 года работал в компании Art TV Station в качестве режиссера Тайна Ани. С 2019 по 2020 год работал в компании Бумпумик. Мечтал открыть детский сад и общаться с маленькими детьми. Началась война 2020 года. Парурь отправился на войну. С 27 сентября по 14 октября семья была на связи с Парурьем. Далее связь пропала. Воевал в Акне Джаракане Гадруте. Тело Парурьера передали семье через 10 месяцев после гибели. Парурь Арутюнян похоронен в понтоне Яроблюш. Вечная слава павшим бою героям. Полная статья доступна на нашем сайте Western Armenia TV. Любая этническая группа с начала своего формирования пытается отделиться от других этнических групп. Лучший способ выделиться – создать собственные этнические символы. Этнические символы в основном взяты из природы прошлого, культуры, мифов и даже внешнего вида людей. И именно из-за этого этнические символы считаются важной составляющей идентичности и формирующей характер каждой нации. Почти все народы имеют символы своей этнической идентичности. Такие, как статуя свободы в Америке, Триумфальная арка и Эфелева башня во Франции, Папа Римский в Италии и Махатма Ганди в Индии. Символами армян являются Гара Арарат, Месроп Маштоц как создатель армянской письменности, Вартан Мамиконян как спарапет, одержавший победу в одном из важнейших сражений армянского народа, Давид Сасунци как главный герой армянского эпоса и воплощения собирательного образа армянина. Изменение или замена этнических символов на новые влияет на этническое самосознание нации. Однако, если этнические символы не заменяются на новые, это может привести к разделению нации. Существует распространенное мнение, что этнические символы представляют собой психологическую целостность данной нации. Можно сказать, что это уникальные коды, декодирование которых может выявить ряд важных компонентов национальной идентичности, таких как характер, ментальность и представление о мире. Создание этнической символики – это постоянный и непрерывный процесс. Если нация не может формировать или заимствовать другие этнические символы параллельно со своими старыми, это влияет на существование этнической группы. Следует отметить, что армяне считаются моноэтнической нацией, поскольку национальные меньшинства восточной Армении составляют лишь 3% населения. Речи о выходе Армении из состава ОДКБ не идет. Об этом журналистам в Минске заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, передает РИА новости. Речи о том, что республика Армении выходит из состава ОДКБ в настоящее время не идет. Работа армянской стороны в организации продолжается. Ее многосторонние контакты в рамках ОДКБ проходят в рабочем режиме. Минск с 2023 года председательствует в ОДКБ, в которые входят 6 государств. Восточная Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер-министр Восточной Армении Никол Пашинян ранее отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске. Главы Министерства обороны и МИД Республики Армении, а также спикер Национального собрания Республики Армении также решили не участвовать в мероприятиях организации. Великобритания сделает все возможное, чтобы поддержать двухсторонний обмен мнениями и шаги к миру Азербайджана и Армении. Об этом в интервью АПА заявил госминистр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерте. Конечно, мы очень заинтересованы в мире на Южном Кавказе. На этой неделе я побывал в Ереване, Тбилиси, сейчас нахожусь в Баку. Мы очень активно участвуем в этом процессе. Мы считаем, что существует очевидная возможность для укрепления мира и поддерживаем любые механизмы, которые могут обеспечить это. Понятно, что в этом играют роль европейские страны и США. В то же время самым важным являются две страны – Азербайджан и Армения. Великобритания сделает все возможное, чтобы поддержать двусторонний обмен мнениями и шаги к миру. Для нас ясно, что появилась очевидная уникальная возможность, и мы искренне надеемся, что обе стороны воспользуются ею. На вопрос о заявлении из других стран, например, Германии и Франции, об их роли в качестве посредника до Керти заявил. «Конечно, мы являемся сильным союзником Азербайджана. У нас также очень прочные связи с Арменией. Нам, как и многим другим странам, тоже отводится роль в этом процессе. Но я думаю, что отдельным странам бесполезно спекулировать на тему своей роли. Было бы полезно заверить обе страны в том, что мы будем рядом. Чтобы поддержать их, и в этом процессе нужно руководствоваться преимуществами и выбором Азербайджана и Армении. Это лучший путь вперед». Квартиры, памятники культуры в Карабахе – все это сохраняется спецназом. Дома опечатаны, в них никто не заходит. Как передают АПА, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Определенная часть решения международного суда касается этого вопроса. Это обязательства Азербайджана. «Сложно сказать, как будут происходить процессы физически. Думаю, что, как уже заявило правительство Азербайджана, всем желающим вернуться будет предоставлено время. То есть, те, кто хотят вернуться окончательно, вернутся или, если кто-то захочет приехать и забрать свои вещи, то им, скорее всего, предоставят такую возможность. То есть, Азербайджан выполнит решение суда. МИД уже выступил с заявлением по этому поводу». Баку разрушил часть армянского исторического кладбища в Шуши. Об этом в микроблоге X написала Международная организация по защите кавказского наследия «Кавказ-Еретач-Оч». Отмечается, что с 5 октября по 3 ноября бульдозеры проложили дорогу через кладбище, известное как кладбище «Ереванские ворота». Помимо лесного участка здесь также имеются минимум 78 надгробий с армянскими надписями, датируемые периодом с 1802 по 1913 годы. Кладбище находится в густом лесу и неясно, сколько надгробий было повреждено. Но исследования показывают, что захоронение покрывали всю территорию. Это 5-е армянское кладбище, которое подверглось воздействию с ноября 2020 года после разрушения Меттагер и Сыкнаха. Ранее были уничтожены кладбище в Шуши и вблизи Бацгена Шена. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Артура Григориана Хаверш Айреник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok